Томсо, ты тут правильно сказал, что ханов и так далее у нас не было, и поэтому у нас на Кавказе не получится создать унитарные государства с народом, которые ментально ордынцам, где поклоняются имамам и ханам. Хозяин питомца по кличке Путин. Саламу алейкум, Томсо, как думаешь, можно ли создать федеративные республики Кавказа и надо ли нам вступать в НАТО? Так, можно ли создать? Это вопрос из серии, знаете, возможного и невозможного. Возможно ли вообще в теории такое? В теории все возможно. Но является ли это сегодня чем-то реальным? Я думаю, нет. Должны ли мы сегодня вообще к этому, в принципе, стремиться? Я тоже думаю, нет. Я думаю, такой вопрос, он был бы вообще актуален, если бы мы с вами были вот уже, знаете, на таком уровне, когда есть, допустим, какие-то свободные Кавказские республики, а какие-то из них еще не свободны, вот как в случае с Германией было, там, восточная, западная. Вот у них был такой момент, когда уже часть была свободна и другая, там, под контролем и было стремление, там, к чему-то. У нас же, у нас вообще другая ситуация, у нас вообще все оккупировано, поэтому мы, я думаю, сейчас говорить о чем-то, о каких-то федерациях, о каких-то унитарных, там, общих Кавказских государствах, но это вообще сейчас не актуально. Сейчас внутри каждого народа, если есть этот стимул, он должен развиваться, в этом направлении нужно работать, вот мы работаем в этом направлении. Для внутричеченского общества мы пытаемся деоккупировать, вернуться к договору 97-го года, получить обратно свое государство, независимую Чеченскую республику Ичкерия. Если через какое-то время появится несколько таких государств и будет какая-то там нужда в каких-то, вообще повестках в каком-то объединении, то я лично был бы за союз, не за федеративный, не за унитарный, я был бы за союз, союз Кавказских государств. Но это настолько пока далекая тема, давайте сейчас говорить, наверное, о чем-то реальном и близком. А по поводу НАТО. НАТО это оборонительный союз и пока, опять-таки, вообще не актуальная тема. Давайте сначала подойдем к чему-то подобному, когда будет деоккупация и будет нужда такая, чтобы получить какую-то защиту. И здесь вот уже по ситуации будет видно, что для нас является безопаснее. Получить какие-то гарантии безопасности ввиду своего нейтралитета, либо вступить в какие-то оборонительные союзы. То есть что для нас является безопасным, что для нас выгодно. Нам нужно понимать, что Россия это государство, если в случае там оно не развалится, что пока вообще маловероятно, то это как бы постоянный сосед, с которым мы обречены жить рядом. И у него свои интересы. И если мы где-то попытаемся его интересы поставить под угрозу, и тем более его безопасность, то мы столкнемся опять с проблемами, понимаете? То есть здесь нам нужно быть очень грамотными политиками и уметь маневрировать в подобной ситуации. Томсоткий тут правильно сказал, что ханов и так далее у нас не было, и поэтому у нас на Кавказе не получится создать унитарное государство с народом, который ментально ордынцам, где поклоняются имамам и ханам. Здесь не надо проводить параллель между ханом и имамом. У нас есть опыт, у нас был имамат, и это не ханство. Имам был избран. Это очень серьезно отличает нас от любой азиатской цивилизации. В азиатских странах ханы, короли и так далее, они не избираются. Они существуют как назначенные господом, считают себя, и передают власть по наследству. Это совершенно разные вещи. У нас имам Шамиль пришел как бы никем, и его избрали, понимаете? То есть это уже исламская цивилизация, это исламская практика, когда обладающие влиянием среди людей, а это уже демократические такие основы, понимаете, которые у нас пересекаются с исламом. То есть его демократические основы, они очень схожи с исламскими, практически идентичны. И вот когда народ избирает себе представителей, они же являются обладателями влияния, и уже эти обладатели влияния избирают себе имама, это не хан, это не тот человек, который... Это человек, которого эти же обладатели, обладающие влиянием, в случае чего, заменяют на другого, понимаете? Поэтому это тоже пример как раз таки европейской цивилизации. Далеко не... Если мы отойдем опять от религиозных тем, то это пример европейской цивилизации, не азиатской. Ислам, смотрите, нам надо понимать, что когда мы говорим про европейскую и азиатскую, мы здесь не упоминаем религии. Ислам, христианство, то есть это уже... Ислам объемлит любые цивилизации, будь то азиатская, будь то европейская, африканская. Любая, когда она начнет приводить свои дела в соответствии с исламом, то это уже будет не азиатская цивилизация там. Точнее, она останется, наверное, азиатской, но она уже приведет свои дела в соответствии с исламом. Мы же, когда я говорю про вот эти цивилизации, европейскую и азиатскую, я здесь не говорю про религию, я здесь говорю чисто ментально, понимаете? Имам был избран, но мы знаем, как Шамиль разрушил демократические механизмы в силу своего менталитета в Чечне и устанавливал тиранию, в конце вообще объявил монахом. Это побочный эффект подобных строев, понимаете? К сожалению, от этого никто не застрахован. И любое общество может к такому прийти, если они не выставят вот эти вот системы и сдержат противовесов. Если оставить возможность человеку узурпировать власть, то он это сделает. Понимаете? Поэтому да, ты, конечно, прав. И это вот то, что нужно держать на пульсе постоянно. Любое, знаете, вот общество, оно может изначально быть очень таким свободным, вполне хорошим примером, там, прихода к власти, может какой-то лидер прийти, но со временем он узурпирует эту власть и превратится это все в тиранию, диктатуру. Тумсо, я надеюсь, ты понимаешь, что никаких союзов у нас с турками, арабами и остальными не будет. После того, как они ни разу нам не помогли в войне, даже их ноги на Кавказе не будет. Для них ворота закрыты. Ну, это, знаешь, это высказывание такого кухонного эксперта. Вот ты сидишь на кухне, чай пьешь и такой, передайте им всем, что ничего с ними там не будет. Но ты пойми, что политика не так строится. Такого не бывает. Они там вчера что-то не сделали, поэтому нет. Эти европейские страны, они не просто там друг другу что-то не помогали, они друг друга здесь миллионами уничтожали. Ты понимаешь разницу? Сегодня это Европейский Союз, одно из самых мощных образований в этом мире. Поэтому, конечно, если нам это будет выгодно, то у нас будут и союзы, и иные какие-то партнерские отношения. И они должны быть. Политика не строится на обидах. Мы не девочки. Я на нее обиделась, она не пришла мне помочь, и все, я теперь с ней не разговариваю. Это у женщин могут быть такие отношения. В политике между странами быть таких отношений не может. А все должно быть по-взрослому. Томсо, это правда, что Дагестан не извлял таким желанием обрести свою независимость, как Чечня. Просто вокруг них такой шумихи я не слышал. Среди дагестанских народов был костяк, которые желали этого, и даже какие-то действия предприняли в этом направлении. Но, к сожалению, другие народы Дагестана, общественность Дагестана, оказалась не готова к этому, они не были поддержаны. И, к сожалению, да, эта попытка, она не то, чтобы не увенчалась успехом, а эта попытка, она, наверное, стоила нам всем и свободы, и жизни, и создала очень много проблем. Ни на один вопрос мой не ответил сегодня, значит, так надо было. Имя, фамилия, извини, я не заметил твоих вопросов, наверное, я попытаюсь сейчас прокрутить. Но я не вижу твоих вопросов. Я не знаю, Продолжение следует... Продолжение следует...